Да, мне сказали, что я хозяин дома, поэтому удалось начинать. Уважаемые литераторы, рад вас приветствовать в физико-математическом лицее. Несмотря на то, что у нас в лицей физико-математической школы уже больше 55 лет, тем не менее традиции припытного отношения к литературе у нас есть. И я не устаю повторять, что для того, чтобы состоялась хорошая физма-школа, прежде всего должен быть замечательная учителя литературы. А математик и физики мне это уже приложится. Вот. И, собственно, вы инициативы наших замечательных учителей литературы. Вот. Это гиды ассоциации учителей литературы. Наша школа уже в эти разы проходит. И я всей души желаю вам истинного наслаждения, которое вы, безусловно, можете получить на наших публичных лекциях и мастер-классах. Потому что я и сам, когда был в этом мире, получаю это наслаждение. И я с удовольствием желаю вам успешной работы. Передаю слово истинному комитету по образованию Вере Георгиевне Захаровой. Добрый день, уважаемые собрания. Здравствуйте, дорогие коллеги. Добрый день. Я очень рада приветствовать вас сегодня в этой старейшей, лучшей школе не только Санкт-Петербурга, но и России, как вы знаете. Всероссийская методическая школа словесников – это интереснейшее, уникальное событие в жизни профессионального педагогического сообщества Петербурга. И мне особенно приятно от имени Комитета по образованию приветствовать и открывать работу в этой школе. В этом году методическая школа в новом статусе проходит. Она свою работу осуществляет в рамках Петербургского педагогического международного форума, образовательного форума. И я уверена, что эта школа, методическая школа, станет украшением программы форума. Почему так уверена? Потому что мне тоже посчастливилось участвовать в работе методической школы в 2014 году, как педагогу, как водителю школы. И я понимаю, что это не назвать мероприятие, это именно событие, яркое, интересное. Потому что здесь происходит живая жизнь, бьется живая мысль, удивительные встречи происходят, находки. И это остается не просто, как мы привыкли говорить, педагогической копилке. Нет, это остается теплыми воспоминаниями в жизни всех, кто принял участие в работе и в пленарном заседании, в мастер-классе. Очень приятно знать и приветствовать представителей регионов России, которые приехали в этом году в большом количестве. Петербург – город открытый, образовательные учреждения Петербурга. Мы всегда рады приветствовать гостей и из рубежа, и особенно из регионов России. Мы вам подготовили солнечную погоду и надеемся, что вы получите удовольствие от времени, проведенного здесь. Я хочу пожелать тоже успехов, интересного, насыщенного дня. И хочу сказать слова особой благодарности организатору Сергею Владимировичу Федорову, его правой руке Леониду Севдаковой. И поблагодарить Максима Яковлевича Протусевича за ту поддержку, которую нахаживает филолога, преподавателя Министерства и Министерства в рамках работы. И что большое вам спасибо, Максим Яковлевич. Всего успехов вам, хорошего блага. Ну, собственно, я думаю, что на этом приветственные вещи в вашем случае административные закончились. И Сергей Владимирович, вам простой. Здравствуйте. Я очень рада всех видеть. И действительно, уже второй год солнечную погоду нам горит в этот день. И в нашей школе мы старались, чтобы все у нас получилось. Ну, сегодня удалось. Я хотела сказать, что по программе все так, как написано, без изменений. Если у вас будут вопросы, вот можно как литератор вместе с этой школой встать. Во-первых, можно их поприветствовать. То есть, вы молодцы. Мы старались за вашими друзьями. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это, я думаю, что это будет вопросом. Вы все находит, сюда пойти. Вот мы с радостью вам помогаем. И, соответственно, если кто-то к часу, нет, половина второй проголодается, то можно будет в аликстоловой. Кто-то заранее об этом озаботился. Кто соединится, проголодается. То есть, мы здесь, знаете, будем собрать эту партию. Спасибо вам огромное. Вот, конечно, Любовь Александровна оказалась с правой, как с левой стороны. Но, конечно, без энергии участия Любови Александровны и Вероника Витальевна, наверное, этого действия бы не составялось. И нам очень дорого, что когда мы два года назад придумали эту идею Всероссийской, Петербурской, Петербурской школы, что с самого начала ее поддержал нашим этапом образования. Нам очень важно, чтобы это событие стало постоянным действом в жизни Петербурских словизов. Потому что, мне кажется, как заведующему капиталу, что сегодня мы как бы обделены вот этим вниманием друг к другу. У нас все время пилят, зелят, у нас меняют программы, у нас появляются стандарты. Но нам все-таки очень важно сохранять вот это ощущение традиции, почвы нашей великой литературы. Знаете, я вот недавно на сайте нашего медиа-центра Академии Госдипломного образования в новостях, естественно, интересовался тем, что, как отражено одно из важных событий жизни словесников города, это педагогические чтения, посвященные памяти моего учителя, и все доклады выставили в интернете. Но я увидел там выступление Академика Панченко. Знаете, Академик Панченко сказал замечательную вещь. Он сказал, что у нас много что есть, и у других народов много что есть. Но только у нас есть роман Толстого, Валима Меда. И у нас есть вот эта исключительность, которая связана с ощущением глубинной литературо-центричной традиции. И, конечно, эта традиция может учить только в одном случае, если эта традиция поддерживается, а поддерживает ее читателя. А читатели, посвятые мы с вами. И на самом деле мы делаем великое и большое дело. И я чрезвычайно благодарен Максиму Яковлевичу, директору президентского физико-математического лицея, который с самого начала, когда мы обратились к нему с этой идеей, нас поддержал, потому что, мне кажется, это очень важно, вот этот вот консенсус, это понимание взаимодополнительности и взаимосвязи, естественно, научного, математического и гуманитарного образования. И вот в стенах этой школы эта идея, конечно, реализуется. Я чрезвычайно благодарен всем учителям, которые сегодня будут вести мастер-классы, и моим коллегам, потому что они проделали большую работу. Я знаю, как они волновались, как они готовились, чтобы действительно показать вам лучшее, на что вы все способны. И мне очень дорого, что замысля этой школы, когда мы ее придумывали несколько, два года назад, была идея встречи с большими, серьезными учеными. И здесь уже побывала Едуфья Александровна Гербинская, здесь выступала Марина Александровна Черняк, которая будет сегодня вести мастер-класс уже в новом качестве. Здесь выступал Игорь Николаевич Сухих. И вот сегодня, в связи даже с названием нашей чтения, традицией инновации школьной филологии, мы решили посвязать эти два проненции даже с двумя важными именами. И открывать сегодня содержательную часть наших чтений будет наш замечательный петербургский методист, несомненно, представитель его глубинной коренной профессиональной педагогической традиции Григорий Николаевич Мурин. В первой части, а вторая, актовая лекция для всех, будет прочитана одним из самых молодых и ярких петербургских лимбистов. И таким образом, даже два имени, соединяющие между мастер-классами на работе наших чтений, связанные и с традицией, инновацией. И нам кажется, что вот это вот соединение, движение в будущее и движение в будущее с опорой на традицию, на прошлое, вот это две главных идеи нашей школы. Мы очень благодарны тем, кто приехал из других регионов, это у нас уже прозвучало, но это особенно дорого, потому что это доказывает, что действительно мы делаем какое-то не пустое, а важное дело, потому что люди приехали издалека, люди приехали в конце четверти, люди потратили на это свои средства, и, видимо, они хотят увидеть что-то важное для себя и значимое. Мы постараемся оправдать ваши надежды, дорогие коллеги из других регионов. Ну а с нами, коллеги, увидите, с нами наше все, Александр Сергеевич Кушкин, который вас приветствовал, и хотя это, знаете, всегда несколько театрально, но ведь написал когда-то Синяцкий, да, про Горький с Кушкиным, а Балашал, человек лежал, он написал, а все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем, а мы можем сказать нам не жаль, потому что мы можем это сделать, коллеги. И хотя у нас сегодня, как мы об этом думали, нет мастер-классы, посвященного Кушкину, но я думаю, что дух его вот питает где-то здесь, в этих сценах, тем более, что он мог его посещать, а он будет точно еще раньше. Вот, поэтому мы рады вас всех приветствовать, мы надеемся оправдать ваши надежды, мы очень надеемся на то, что эти чтения будут ежегодными и дальше, и мы гордимся тем, что включены в программу международного образовательного церквейского пола. Хорошая профессия на работе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Поехали с Борисом и, поверьте, исключенным трепетом передадим этот микрофон одному из моих любимых учителей Дмитрий Доначенко. Спасибо. 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 Я обращаю ваше внимание на две вещи. В 1985 году сейчас посчитали и выяснили, что нашей реформе 32 года. Сейчас я вас поздравляю. В связи с этим вспоминается, конечно, узень товарища Троцкого о том, что революция должна быть перманентной. У нас дело, как происходит с реформой. Она перманентна, и коли нет у революции начала, как писал Троицкий, то у нее и конца, а у реформы конца нет. Замечусь, что в России ни одна реформа еще никогда в истории российского государства не была удачной. Поэтому не надо огорчаться и ждать каких-то вообще мамны небесных от наших с вами реформ. Но все-таки то, что было сказано в 1985 году, в какой-то сик у них исполнилось. Исполнилось. Если мы заглянем хотя бы на некоторые наши привести. Я напомню вам, может быть, кто-то этого не помнит, что в начале школы у нас были уроки чтения. Просто чтения. А в среднем у меня было литературное чтение. В старших классах была литература. Теперь что у нас? В 1-4 классах у нас литература. А начале 5 класса у нас уже филология. И это слово вошло в школьный период. Я еще к вопросу о филологии сегодня непременно обращусь. Насчет других литератов у меня целый ряд стоящих передо мной вопросов. Реформа продолжается. И в частности последние шаги, которые в этом отношении сделаны, меня не то чтобы поражают, они меня в голову тревожат. Вот недавно, совершенно по телевидению, Витя-премьер Голодец, прошу прощения, я как-то не помню ее именем, отчеством, объяснял, что все дело в том, что классные комнаты у нас прямоугольные. Вот если бы они были квадратными или круглыми, то можно было вас столы расставлять иначе. Дети не смотрели бы на такую высоту. Не знаем, товарищ Голодец, что уже лет 20 мы научились переставлять столы в классных помещениях прямоугольного содержания. И ничего, живем без круглых классных комнат. Оно так. Ну а затем, как интересно, совсем уже хубийственно для нашего с вами предмета, это то, что предложила мастительный филолог Людмила Васильевна Вербицкая. Бросить Толстого и Достоевского с порога на своеменности. Впрочем, для русской жизни в этом нет ничего особенного. Вы прекрасно без меня помните, что в 1912 году молодые футуристы, нахальные футуристы уже бросали с прохода современности генералов-литераков. И в этом был только нигде неподажный фут. На самом деле, никого не бросили. Ир Маяковский прекрасно писал стихотворение «Юбилейное нападение». Но ведь, вообще-то говоря, в школе бросали. Бросили с прохода современности однажды Блока и Есенина. Потом бросили того, что Достоевского. Правда, потом его вытащили из воды, что фигурально выражаясь. И, значит, снова били в школу. Бросали Гончарова. Я даже знаю, почему бросали Гончарова. Если вы посмотрите внимательно на роман Гончарова, то там бьющие люди только пролетарии. Это не моё слово, это Гончаровское слово, но там есть вообще, я говорю. Так вот, зачем же нам такие авторы в школу так, вероятно, не посчитали когда-то? Ну вот, в последний раз бросились проходы современности Николая Гончарова и Есенина. Их же стих частично Кулькова и Маяковского. Что на новинке? Вопрос остаётся, по-моему, открытого. Поскольку наши сегодняшние встречи проходят под знаком Петербургской методической школы, то я позволю себе для гостей нашего города представиться. Дмитрий Николаевич Кулин. Всё остаётся с представкой. Экс-учитель, экс-методист, заведующий кабинетом, экс-доцент карты гуманитарного образования, но не в этом. А дело в том, что в каждой школе есть отличник и есть двоечник, отстающий. Так вот, я двоечник, отстающий. Точнее говоря, я традиционалист. Я, если хотите, ретрограф, еретик, и всё, что происходит в современной методике, у меня вызывает большие, большие и большие сомнения. Тогда зачем я сюда вышел? А затем, чтобы остановиться и обнянуться. Мы как-то в темпе нашей жизни, в горячей сценарии жизни, там, цитата хорошая главная, не вспомнилась, вот, редко останавливаемся и оглядываемся. Это во-первых. И посмотреть, не видя из того наследия живота, то нужно было бы нам сегодня вернуть. Пусть не абсолютно, но тем не менее в каких-то частях. Вы вольны принять какие-то мои замечания, предложения по методике продавания, вольны не принимать. Или, скажем, взяв подмышку ваше фартфолио, отправиться по своей инновационной дороге. Кстати говоря, я прекрасно понимаю, при этом, что без инноваций учителей сегодня в школе жить будет, наверное, достаточно трудно. И инновацией является своеобразным пропуском благополучное будущее общей человеком. Идите, пожалуйста. Но, тем не менее, давайте остановимся и попробуем обвинуться. Что же у нас происходит? Я не смог цитировать уже много-много лет. Если кто-то это слышал или помнит, то прошу меня извините. Нет, это не оттуда. Прошу прощения. Так вот, хочу сказать, на моей памяти за минувшие 60 лет было два крупных технических сдвига в области школьного литературного образования. Первое – это то, что потом назвали литературским методом. Это был отказ от четырех элементов и структуры урока. И урок раскрепостился, стал свободным, вольным и хорошим. Таким он и продолжается, и пусть таким он и продолжается. Это хорошо. А второй сдвиг – это замена школы знаний в школе компетенции. И вот это меня тревожит чрезвычайно. Доверие с работе Краевского фотоскопа, который напишут в своей книге. Компетенция – это готовность использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также и способы деятельности в жизни для решения практических теоретических задач. Прекрасно. Это почти слово в слово повторяет то, что написано в основном документе сегодняшней нашей школы в Федеральном государственном образовательном стандарте. В ГОС – такое странное, наверное, что авиактивно существует. То ли в ОГОС, то ли в ГОС. Непонятно совершенно. Ну, если перевести это с нашего на рабочий-рестянский, то получается, что это те же знания, умения и навыки в одном флаконе, но умения и навыки, куда влили две трети, а знания – одно. Вот это вот беспокоит, по-моему, чрезвычайно. По-моему, отсюда все наши, так сказать, недочеты, недоделки, недостатки в литературном школьном образовании. Но мне думается еще, что учителя чаще всего как-то не очень на это обращают внимание и продолжают работать так, как они уже работали много-много лет. Кто опытный, тот, кто начал перенимать этот опыт учителей в своей практике и несколько игнорирует вот эти упорные навыки и умения и все-таки предпочитает, бывает, у учащихся знания. Что обетеляет профессиональный уровень учителя? Ну, вот так вот это самое знание, которое мы сегодня именуем компетенциями. Вот. И услуги цифровать известного специалиста в области Боргского Гобеля Игоря Золотовского, который писал как-то одна из моих любимых цитат. Я убежден, что все, что хотел сказать писатель, заключено в тексте. Ни письма, ни какие русские высказывания о себе, ни до того представления его мире, которое дает художественный текст. Но сколько же нужно знать, чтобы прочесть его? Надо знать их письма, и высказывания, и опять на современниках, и эпоху, и историю, и историю литературы. Сколько же надо вобрать с себя, чтобы без страха подойти к малому плачку стихов или просто. Когда я говорю о знаниях, я имею в виду, прежде всего, как мне удалось сформулировать, не много знающего, а обширно знающего учителя. Вот я думаю, что с глубиной знаний вообще тут надо очень осторожно подходить. Я далеко не убеждал в том, что блистательно знающий свой предмет в старом творчестве Достоевского, который, как Мушкина, ученый-филолог придет и даст прекрасную курочку. И будет и десять детям. Я в этом совсем не убудил. Совсем не убудил. Сначала я совершенно противоположные примеры. Вот. А вот так же знаний. Это то, подчас нам с вами, конечно, много не хватает. Вот взятые все вместе аспекты знаний, связанные воедино во всех смыслах, эпические, элитические, эстетические представления. Все это усвечивается отношением. Мало одних с вами. Будьте они глубокие, будь они широкие, неважно. А важно еще мое отношение к этому. Вот. И только на этой основе мы можем общаться с нашими учениками. В свою очередь вырабатывая умы и совершенно определенные отношения. Потому что в моей крапкой формуле воспитанный человек – это человек, выработав в себе отношение ко всему тому, с чем он сопрягается в окружающем мире и в окружающих его людях. То есть, иначе говоря, необходимо, чтобы и у нас с вами, и передавая этому человеку, но были то, что Павел Петрович называл «принципы», а Евгений Васильевич Базаров называл «принципы». У меня такое ощущение, если говорить об этом вот ума, то принципов у нас сегодня больше, чем «принципов». Мне думается, что об этом тоже можно задуматься. Вскользь напомню, в связи с этим проблемой знаний, пока как-то об этом идет речь, что наша русская культура бинарна в своем существе, и эту бинарность определяет прежде всего и наша история, и об этом я говорю не буду, но и наша теография. Поэт, если есть автор 18 томов сочинений, Георгий Адамович, я отношусь с трепетным уважением, как комментатор всей русской литературы, он произнес такой флаг «Россия, страна будущая». И от этого проистекают вообще многие формы нашей сегодняшней и позавчерашней, и будущей жизни будут проистекать. И если от Запада мы, видимо всего, с Западом связаны на уровне художеств, философии, искусств, то с Востока мы связаны на уровне религии. Наша церковь – восточная церковь, в отличие от Западной и Европейской церкви, и, конечно, связаны нравами. Нравов у нас от Востока хоть отбавляет. Достаточно пройтись по улицам города Петербурга, чтобы это увидеть воочию. Восток такой, что дальше живаться некуда. Подметься, отметься, какие рекламные щитили, виски и прочее, прочее. Ни в какой загранице вы такого и хабилия никогда не увидите. Или, скажем, всякие сувенирные люди по поводу того, что на Востоке вот какого-то зеленого, красного, желтого петуха. Думаю, что во Франции вы таких петухов уже не найдете. Ну и так далее, так далее. Вот это наша бинарность, как основа нашего существования, нашей культуры, нашей философии, нашей психологии. Всего, чего хотите. Как по-мысленному русски – да, нет. Это наш способ. Мы же в целом, в принципе, европейские мысли – да, может быть, нет. И часто это может быть вместо да или вместо нет. А мы их здесь и не знаем, не любят русских череп. Золотого середины. Ну вот я-то, скажу, это уже литература. Я думаю, что мне многих примеров приводить тут не надо. Но достатков у них Татьяна и Оль, Абонова и Штольца. Война и мир, преступления и наказания от всей детей. Это все к вопросу хобинарность нашей литературы доводит до беспредела. Это Ильи Федор Михайлович Достоевский, турнирца. Он в этом отношении наше все. Не знаю, считали ли он когда-нибудь, но я тут закончу с такой Достоевским. И посчитал. Более десяти двойников. То есть практически вообще-то все остальные персонажи в романе Достоевского выступают как его двойники. Прикиньте, посмотрите при случае. Это довольно любопытное такое мимолетное исследование, что ли, если хотите. Ну вот. И еще одно. Вся наша литература, не соседи, это заквастной патриотизм, это действительно так, родилась здесь на берегах Невы в Петербурге. Жилась здесь, творилась здесь. Кроме трех писателей. Островский, Толстой, Ильичир, так сказать, высокий. А все остальные отсюда. Наши местные родимые. Поэтому петербургская нота, мне кажется, должна звучать о родной литературе не только в Петербурге, но и во всех индивидуальных сферах и городах и везде. И это будет, по-моему, справедливо. К сожалению, такой опыт был мною проделан. Я в свое время выпустил книжку «Русская литература XIX века» в Петербургской капитале, но почему-то вот по России она не пошла, не посчитали нужным общаться на уровне литературного с Петербургом, хотя в этом есть любующее необходимость. Главный срочник получения знаний школьниками – это чтение. «Головная боль» – 21-го года. Почему? Вот мне кажется, что мы как-то не очень учитываем общие обстановки складывающиеся в мире вообще. Вчера вечером закрыл статью в журнале «Вопросы литературы» в первом номере «Инварский февральский номер». И там статья Булаева, где он пишет о том, что в нашей стране, сегодня в России, если на искусство литературы, на искусство отводится, скажем, 100% сумма, то не литературу. Среди этой суммы отводится 15%. Все остальное уходит на кино, на издание журналов, управляют все кинотерморы и так далее, но на литературу. На поддержку литературы, на поддержку писателей, на гранд литературы – 15%. Нигде в мире такого нет, хотя общее падение – это повсеместное время. подобное происходит и во Франции, и в Германии, и в Штатах, и где угодно. Ну, это так, кстати говоря. Так вот наша болезнь. Почему все еще? А потому что в каждую эпоху, так немножко громко-вторую, доминировала какая-то одна струна в жизни. Скажем, в Александровской эпоху все танцевали. Не понимайте меня этого буквально. В Николаевской эпоху, Николай I, все больше пропали. В эпоху Оттепеля, 54-го и следующих годов, все читали. Точно так же произошло на уровне 57-го года, когда на нас наклонил поток, до сих пор неведомая нам литература, вы тоже все читали. Что сегодня? А сегодня мы все поем. Куда никто смотрит? Все поют, поют и поют до бесконечности. И с этим ничего не поделится. Возьмите. Только недавно в детском конкурсе «Синяя птица» ввели чтение стихов. А даже потом этого не было бы. Я очень порадовался у этого начала. Это очень хорошо. Вот. В этом смысле все поют. Классика стала вот буквально вдругом, далеко от современности. Вот на моих глазах это произошло. Довольно новопытное явление, которое вообще надо было бы гораздо глубже остаться, и в чем я к этому сегодня способен. Мы слишком резко оторвались от наших корней. Во всех смыслах, по-моему, в нашей жизни, и по этому классику моментально где-то в руках осталось, как по ракам учащая. Что нужно сделать в этом отношении? Ну вот самое главное и самое главное – это найти те струны в классике, которые способны задеть душу сегодняшнего ребенка. Но тут еще вопрос в том, чтобы у ребенка душа была, а с этим дело духа обстоит совсем, совсем не лучшим образом. Ну что вообще говорить, когда наши выпускники считают, что Пушкин на дуэли стрелялся с Евгением Олегиным? Или что говорить, когда встречают такую фразу ученщиков, главный герой Мишени и Чехов? Вот это несколько утрированных, но тем, как сейчас знали, в массе своей, которая выдается в выпускной школе. И поэтому выпускаем запуск с выпускнадцатами зрелостей, или как их там сегодня называют. В середине в решении этого вопроса у меня два. Готовы предложить. Или увеличить количество часов до предварительной литературы до 6-8 в неделю. Ввести обязательный экзамен, в том числе выпускный экзамен по литературе. И это один способ преобщения чтением литературы в школу. И второй способ. Исключить такой предмет, как литература и школьного и педагога. Ни на одну из этих реальностей никакие наши высшесидящие инстанции, разумеется, не пойдут. Вот это мне совершенно понятно. Поэтому мы будем по-прежнему обманывать сами в себя. Ставить положительные оценки детям, которые не прочли программных произведений. И тем самым они будут считаться получившими общее среднее образование. И герку литературе не сдавать. А если его сдавать, то баллы следишь завтра еще по месяцу, чтобы было проходным по площадке. Вот. И вообще для них главное не знание, а получение этой самой аттестационной бумажки. Точно так же, как это происходит сегодня подчас с высшим образованием. О том, что гуманитарные предметы не будут выводки отношения, я мельком уже сказал. Я позволю себе на секунду еще раз к этому добиться, потому что для меня вот эта вот выработка отношения принципиальнейший момент в учебном процессе на уроках литературы и вообще всем гуманитарным циклам. Вот если они еще существуют. Вот. Поэтому важно, чтобы и мы с вами в себе это отношение вырабатывали. Как вы относитесь к поэзии Екрасова? Как Тургенев? Или как Черношевский? Как вы относитесь к поэзии Маяковского? Кто, по-вашему, для Горячева обломов? Какой роман написал Пастернак? Гениальный или Дургонин? И на это еще существует две точки зрения. Высказывает достаточно авторитетно. Или скажем, кто для вас Шенайкинский петов в инфректе Тургаловской крепости? Вот. Это что, карикатура или это что-то иное? И на эти вопросы мы должны с вами быть готовы ответить. Ну или, скажем, такой. Две разрядки сейчас немножечко вашего внимания. Или, скажем, такой вопрос. Может ли талантливый поэт быть сиником? До моста кассин сиником. Встречали вы такого поэта, кальданинга, пишущего на русском языке? А я встретил и рекомендую вам хотя бы одно маленькое стихрение послушать. Так. Ну, так. Ну, порегите. Пышные юбки. Алые губки. Их отрибка и трояль. Проституточки-голубки. Ничего для вас жаль. Все на месте. Все за делом. И торгуются к собой. Проституточки с тапкой телом. Я талантом и душой. Хороший. Хороший. Отличное исполнение. Поэтики. Отличные стихи. Кто это? Это Александр Тиняков. Тиняков. Сборник Александра Тинякова. В первый и в последний раз был у нас издан в 1924 году. В 1924 году. Вот. Мы с ним однажды сидели в ресторане на Павловке набережной. Он мне говорит, смотри, смотри, валили. Плюсы по водам идут. Плюсы по водам идут. Вот так вот. У него есть еще не так есть. И это я вам самое мягкое вообще. На всех посмотрю. Вот потому что мы не идем к тому, что в школе встречается столько совсем со знаком плюс. Если вам не нужно детям встретиться с чем-то со знаком минус, я думаю, что плюс от этого выют. И я думаю, что это необходимо время от времени делать. Ну вот, говоря об отношении, я не могу ни минуть слов воспитания. Потому что до сих пор всегда считалось, что школы, институт не только образование, не только образование, но и воспитание, но и воспитание. Ну вот, а что с воспитанием у нас? Сегодня заговорили о патриотическом воспитании. Цитата, подчеркиваю цитата. На патриотическом стали набирать, видимо, проворовались. Салтыковщики. Состояние общества, к чему это я? Да не для красного столаца. А к тому, что школа не отдельно от того, что происходит в обществе. Состояние общества, состояние школы – это две стороны одно и той же металли. И ничего мы с вами с этим, увы, поделать чаще всего в массе своей не можем. Но говоря об отношении, следует иметь в виду, что русское интеллигентное, интеллигентское чувство не выносит категоризма во всех существениях и во всех появлениях в своей духовной жизни. Поэтому, говоря о необходимости выработки и окрашения, будем помнить, что я думаю, мне нравится, возможно так и так далее, и так далее. Я сейчас занимался в связи с настоящими всякими событиями двадцатыми годами в нашей литературе. И увидел, как там отсутствует это самое чувство сомнения, интеллигентное чувство сомнения. И так решили. И баста. Итак, знание как фактические, знание как понимание, знание как сопереживание, знание размышления, знание отношения – это первое, конечно, условие профессионализма учителя. Второе литературе. За последние годы, как мне представляется, технических видов в теории методики не произошло. Не произошло. Мне представляется, что у нас сложились в второй половине двадцатого столетия две методические школы. Одна московская, и эта московская школа была подсказана Геннадьим Висаковичем Беликим и Снежневским, простите, опять же, резиновым обществом, для того, чтобы время себе сэкономить. Это система освоения литературы, назвала теоретика литературных понятий. И вторая литературная школа сложилась в Ленинграде, в ту пору Ленинграде. Это школа Ленинград, Шамарат, Мана и Баучейков. Это система обладения литературой на противоэстетических, культурологических понятий. И проблема тематического метода. Вот, как говорили древние герцовы, было много любопытных ученых, методистов, которые ввести значительный вклад и в развитие, и в проблемы чтения, и в многие другие проблемы. Но вот этого не представляется главным. И мне думается, что, опять-таки, не из основного патриотизма, я скажу, что Ленинградская Петербургская методистическая школа мне представляется наиболее привлекательной среди этих хотя бы двух или даже многих других. Мне думается, что она идет к тому пути, к которому и надо идти. Пока что больше никто ничего не выдумал, а может быть и не надо больше ничего выдумывать. Вот. О методике я меньше всего могу говорить, потому что мне представляется, что вы здесь больше меня даже знаете. Что дальше произошло у нас? А дальше произошли у нас такие инновации, которые начнут души в традиции. Причем, посмотрите, пожалуйста. Обычно говорят в Бали – традиции и инновации. Но на практике, оказывается, инновации, а традиции как-то куда-то исчезают. Тихонечно, понимаете. Вот. В кабинетах чиновников образовали из-за границы пришедшие к нам инновации. И иных путей, откуда они взялись, я не вижу. Потому что все, что касается идеи, компетенций, технологий – это все европейский, американский опыт преподавания в школах. Я не знаю, может, мы УУД сами изобрели. Ну и что тут? Не знаю. Что изобрели. Дай Бог нам хотя бы что-то изобрести. Чему это привелять? Да привело это к тому, что учиться в статье, посвященной уроку Мара Скана Чехова «Злоумышленник». Я цитирую статью. Определяет цель и задача урока. Цель – извлечение необходимой информации из текста и ее интерпретация. Антон Павлович Чехов в гробу перевернулся. Если его текст, а не рассказ, и информация, а не содержание. Или выявление психологического состояния героя. Задача – исследовать смысл фрагментов текста. Формировать модель собственного выскалывания. На модель, а не собственного выскалывания. Раскрыть общечеловеческие значения исследуемой проблемой. В общем, диссертация получилась. Видите? Терминология, по крайней мере, от курса взятая. Или еще. Дети читают стихи, а другие фиксируют в таблице. Ярость подачи информации. В общем, мы споткнулись на двух словах сейчас. Вот информация и текст, кстати, говорю. Ну, нельзя думать, что Кучкин написал текст, мы говорим о Евгении Олегеевном. Он написал роман о Евгении Олегеевном. А текст – это все аналогическое слово. Это совершенно напрасно перенесли вот такой повседневно ученический аналог. Я уже не говорю о том, что вообще без слова «исследование» мы сегодня в школе не обходимся. Недавно я был на одном семинаре, тут у нас в Петербурге, и там уже начали исследовательские задания, были предложены детям начальник школы. Все, мы теперь, мы все сделаем. Проект «исследовательская деятельность» заполовину, по-моему, всех страниц и методических журналов. Вы знаете, что я опасаюсь здесь? Я опасаюсь того, что дети из школы будут думать, что «исследовательская деятельность» так просто. Вот, поскольку в школе заполнялись, то почему нам нужно справиться где-то на проектов и потом с этим? В этом месте есть тоже какая-то опасность, потому что школы не только вот знали, но и все то, что в ней происходит, оно, конечно, отзывается так или иначе в душе детей. Много, сильно, мало, слабо – это другой вопрос. Поэтому думать об этом, как о результатах будущего, мне представляется, было бы только необходимо. Так вот, поскольку традиции здравого консерватизма, методики разговаривающего обучения, знаний пришли. Инновации, технологии, компетенции и все то, что всем сегодня предлагается дышать в современной школе и современную литературу. Каждый учитель в профессии существует на уровне, который не всегда обладряется категориями, почетными званиями и прочими наградами, которые вешиваются на мунистрадальную литературскую грудь. Есть три уровня, которые не всегда учитываются вот в обсуждении того, возрушать от кого не надо. Это уровни филологические, это уровень литератургический и это уровни методические. На практике они пересекаются. Я обещал сказать несколько слов о филологии, потому что сегодня это слово вошло в школьное лицо. Хочу я работать или не хочу, меня никто в этом еще не спрашивает. Поэтому я позволю себе одинаково сделать. Чем это все-таки отличается филология от институтровения? И, прежде всего, попробую это сделать на примере двух стихотворений. Для меня очень интересного поэта Александра Сергеевича Куждена. Вот давайте на секундочку в такую игру сыграем. Я вам прочту два небольших стихотворения, а вы скажете, какой из них писал филолог, а какой из них правед. Первое изображение. Первое без названия. Мандельштам приедет в штуру, а Кузьмин, с той самой шапкой, в ферте ровной толстогубой, к нам придет цветов охапкой. Старый грязный с халатом, кое-кто-кто-кто с бокалом, по старнаку, за стулом, а охрана-кто с перчаткой. Блок отравленный за клуб, принесут нам плащ и шапкой. Кто с бокалом, кто с кинжалом или веткой холестиной, сами знаете, пожалуй, кто часы, кто в кубках вини, без безумств и мугари, кое-кто из символистов. Ничего она мне подарит. Не люблю их, эгоистов. И второе. Что называется нашим поэтом? Конечно, баратынский схематичный. Бессильность света всякой видна. Бог по-невекски тайно-педагогичный. У ангельского здраво-ревесна. Цветаевская фанатичная муза. Ахматова скопали слов. Кузьмин Мария после того, как вкуса не достает, болтливый. Вот пора. Есть вычленность в строке умных штамм, из оболонских сердцев скуповат. Какое счастье, даже панорама их недостатков, выстрелых вряд ли. Ну так что? Первый филот. Первый это кто написал? Принцепторед или? Филот. А? Филот. Первый филот. Не слышно. Ну ладно. Первый написал с моей точки зрения, если играть в эту игру. Написал Лиза Розовет. А второй написал филот. У меня, в самом деле, для меня сомнения. Но это, конечно, весьма условно. Но что касается методики преподавания, если я начал в этом тоне об этом говорить, то филот здесь не поэзия, а анекдот. Я имею в виду права его уже сказать, потому что я в 40 лет был методистом. А анекдот это такой, я не знаю, с бородой. Наверное, его знаете, а вот тут я и не знаю. Однажды бабка на своего кота была в обеде. Вот каждую ночь уходил на окружу и там безумно орал и мешал ей спать. Бабка слезла костра ветеринарную, как ветеринарную, и запылся, что он за его костром было. На следующую ночь он снова ушел на окружу и снова орал. Что ж ты где-то там теперь? А я говорю, да я методистом работаю. Как евреи имеют право рассказывать злые анекдоты о евреях, так методисты имеют право рассказывать несколько обидные анекдоты о методистах. По крайней мере, меня он со временем разнеселил. Я его услышал уже лет тридцать пять лет назад, и мне было очень смешно и весело. Так вот теперь всерьез, значит, филологии и литрогении, и на этом я его заканчиваю. Шелковая филология. Содруностных моментарных дисциплин, изучающих историю, выясняющих сущность духовной культуры через языковые стилистические анализы письменных текстов. Сергей Сергеевич Аверинцев, краткая литературная энциклопедия, очень простая. Главный предмет филологии – слово. Только за ним текст как таковой. Главный вопрос филологии – как? Главная форма – интерпретация. Ну, а то, как пришла школа интерпретации, вы знаете, «Змея прекрасна», а кто заглянет в мою книжечку, там есть об этом статья. Филологический уровень учителя – это его опторы на другие Аверинцева, Гаспарова, Вильякинг, Дехачёва, Локмана, Бориса Успенского, Жермундского, мало кому известного Диолида Ржевского, он подсердоним Суражевский, не относительно Суражевский, а истинного фамилия Суражевский, очень интересный литературовед, после войны оказавшийся на Западе и эмигрирующий в Соединенные Штаты Америки. У нас будет доволение учителей. Вот. Или, скажем, последний, тому же по зубам мне, он не очень по зубам, последний крупный филолог, который у нас сегодня остался, ещё, ещё остался – это Вячеслав Силович Иванов. Удивительный шестой человек, потому что я другого не знаю, для кого бы до старости детства привел детское домашнее имя – Кома. Более знаменитых сегодняшних филологов я просто не знаю, но я много упустил. Вот это вот мы вместе с филологией. Значит, филология предлагает нам ни что, ни зачем, а как. В какой степени этим можно пользоваться – подумайте, пожалуйста, как следует. Мне думается, что это предмет для очень тщательного размышления. В филологии я делаю не с художественным произведением, а с текстом. Вот отсюда это пришло слово сегодня. Это у них там текст. На этой темной церкви все пройдет, что это текст филологии. Вот. Там лингвистика в основе поэтики. Уверяю вас, что я не думаю, что этим мы должны заниматься в школе. Так что следует с литературением, с филологией, пожалуйста, поосторожнее. Что касается литературения, то это наука по художественной литературе, теории, истории, критике, практике и прочих, прочих нам хорошо известных вещах. Изначальный предмет литературения – смысл, открывающийся в слое. Вот и книжка моя называется «Слово и смысл». Если вот кому-то будет в поле посмотреть, вот она. Есть еще здесь. Кстати, тираж каких-то прошелся. И главная форма занятия литературения – анализ и синтез. Причем, беда наша с вами, но это не хватало чиселств, я все прекрасно понимаю, в том, что на анализ еще худо-бедно, может быть, что-то и хватает. У нас, например, явно синтез, нам уже в литературе не хватает. Не хватает. Это очень печальное дело. Резакторический уровень учителя. Это его аккорда на статьи и книги Тынякова, Губанова, Машевского, Галкова, Артина, Бунцева, Старшего Ручерова, скажем так, Дмитрия Ильича Максимова, Чудаковы и так далее. И на философии. Вот с философией, думается мне, у нас тоже дело абсолютно важно. Вот если бы моя была воля проводить курсы повышения компенсации учителей, я бы дал курсы по истории философии. И в основных положениях. Потому что мы так понаслышке знаем с вами Гигеля или Шеллинга, а в Гигель идёт всё разумное, а в Шеллинга идёт всё чувственное, скажем так. И думается, поэтому никуда было бы приобрести какие-то дополнительные знания. литературу ведения, а не филология, ищут и доходят исходность предвидения. И для Школы это чрезвычайно не представляется важным. Ну скажем, в Гамрике. Исходный смысл в антиномическом предвидении. То, что Герой спрашивает – это ложь, а то, что видит – правду. Но ложь спасительная, а правда смертельная. Вот обыкнул внутренний или эпидемий. Или скажем, в трёхсестрах чешу исходный смысл – неподвижность. Хотя внешне, поймя, едут в Москву, здесь всё нет. А в Вишнёвом саде – в движении, но таком, которое оканчивается неподвижностью. Смертью дома писала. Всего раздруга. Вот это облицерковидение, а всё-таки о нет филологии. То, что я вам сейчас прочёл. Исходный смысл лирики Пушкина для меня, по крайней мере, в двух словах – пока и пора. И на это основе я готовлю всё изучение, по крайней мере, лирики Пушкина, если не его романа. Ну и, наконец, что касается методики, то я думаю, что об этом я меньше всего уже склонен говорить. Потому что об этом вы все лучше меня насведомлены. Потому что каждый день в этих классах я уже давно в двух классах ухожу. и поэтому я не берусь об этом говорить на том уровне, который необходим сегодня, а говорить на прошлом этом отношении. Но тоже, наверное, было бы, но время меня уже начинает поджимать, сколько я понимаю. Вот и я продолжу говорить о том, что необходимо было бы вернуться к обучению составительного плана, к пересказам, к комментированию художественного произведения. Но, опять-таки, всё это укорается в том, что нам время этого делать почти не предваряется. В качестве хорошего примера различия между филологией и терпениями методикой я рекомендую выступить в книжку Веры Яны Коровиной «Пушкин в школе». Она была переиздана в 1998 году. И там вы можете найти три разбора стих зрения Александра Сергеевича Пушкина. Вновь я посетил. «Резентмедийзм» – разбор филологический. «Николай Степанов» – литературистический. «Изнаэль Мерес» – методический. К сожалению, методический разбор мне показался достаточно слабым в событии. Потому что уже есть более сильный, конечно, разбор в Верике, «Пушкин и Блока». А тут как-то мне не показалось это. Короче говоря, в филологическом исследовании нет места морали. И уже по одной этой причине оно должно находиться где-то вот позади литератровидной школьного образования. По крайней мере, так мне это представляется. Ну и так. Учитель-словитель единый. В трёх лицах. Нет, не в трёх. Во многих. Он – учитель, он – филолог, он – литературовед, он – методист, он – лингвист, он – егист. Позвольте мне такое новообразование ввести. Воспитатель, бумаготворец, исполнить способ и прочее, и прочее, и прочее. И во всём должен быть профессиональным. Поэтому я желаю вам на этом многотронном пути успеха. И полагаю, что на вызове времени, а каковы вызовы, таковы и ответы, всё-таки у нас своих духовных, душевных и физических сил хватит. Друзья, внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ